здравствуйте мои дорогие сегодня с вами опять светлана боровикова я бы вам хотел бы показать как я делаю каркас из чего я делаю каркас мы обмотаем и наверное оденем капрон уже значит делаю каркас из проволоки она примерно 3 3 с половиной миллиметра такая вот на плохо гнется тяжело на нагнется кусочки есть проволоки должно быть примерно два с половиной три метра обматывается она в каркас собирается вот с ничего сложного здесь не в те части уже начала обматывать смотаю то есть вот ножка обмотанная доходит до сюда вот сюда и здесь тоже все также обматывается то есть вокруг оставляется ступни примерно семь с половиной восемь сантиметров чем такие большие просто кукла устойчивы стоит центр тяжести легче находить и наши ручки которые мы делали до этого то не ручки почему мы хвостики оставляли вот здесь вот хвостики оставили специально для того чтобы было легче примотать вот к проволоке то есть мы берем вот так вот и приматываем про изолентой чтобы было намного как бы прочнее руку сама ручка вот кистью ты тут она не не ходила в разные стороны выбираем длину ручки смотрим так вот чтобы она доходила вот чуть ниже попы то есть обрезаем готовь тур нам надо вот она сейчас это на нормально при на ее вот начинаем приматывать лишним откосовым начинаем обматывать изолентой примотали и тогда уже начинаем обмотать все вокруг берем изоленту обязательно обматываем эту часть что просто не размоталось было надежнее здесь вот обязательно потому что все смотанное вместе между ножками и ручки проволочка ручки ручки примерно около 30 сантиметров эту часть ручки и начинаем обматывать начиная с ножки берем отделяем кусочек и начинаем обматывать ножку с ножки начинаю все это дело обматывать до желаем вам толщиной ножки примерно около у меня примерно около трех сантиметров ножки обматываю переходим на другую ножку также и обматываем вокруг первый слой плотно второй уже не очень плотно не надо ее сильно сильно тоже у нас это не вареная кукла таким образом и все обматываем до конца до до ручек и ручки и заматываем вот так вот до изолента закрываю вот то есть сложно такую страшного нет потом на формируем тело похоже на человеческое это кукла все-таки можно что говорить что нас мышка будет очеловеченная такая то есть вот животик формируем животик формируем так берем кусочки синтепона называем так укладываем и при слоями и я накладу слои и привариваю таким образом получается такой животик все в сторону приваливаем формируем у нас должен быть животик также в области попы тоже самое формируем попу толщина меня ручек ручек у меня примерно три с половиной четыре сантиметра ножки тоже три с половиной четыре сантиметра ну да три с половиной четыре сантиметра такой вот мышка нас получается ну и теперь надо девать его в капрон я приготовила уже на машинке прошил капрон это вот у меня прошиты капрон такого там имеет вид прошила строчки зигзаг где-то примерно 2 и 3 шаг твои 32 и 2 нужно шаг сделать так он просто немножко растягивается удобней работать берем ножницы нитки обрезаем не нужны и обрезаем до разрезаем эту часть на две половиночки я разрезала перри выворачиваю все я вернула начинаем натягивать на нашу же куклу бегем аккуратненько 5 таких штанишки тянули берем нитку и вот здесь вот тягину хорошенько так здесь вот завязываю стянули одной ножки второй ножки вот мы натягиваем уже тянули здесь тоже обмотаем вот так вот здесь начинаем обрезать все так понимаю капром смотрю как не обрезать и и и и и и и внешнего 1 берем нитку с иголкой с иголкой начинаем прошивать берем соединяем два плечика и страны плечико где плечо соединяем где у нас будет спина начинаем прошивать вот эту часть пирога и и и запуталась замрешу Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Теперь нужно прошить ручки... Продолжение следует... 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 как у нас строчка должна быть как с внутренней стороны руки и лишнее мы обрезаем и и и и и и и и и опять берем нитку с иголкой и 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 здесь не должно быть м по чуть-чуть какие-то путаются что страшно щас строим все это тело и и и Продолжение следует... 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 Так, мы сейчас сначала прошьем, потом все замотаем. Так, берем нитку с иголкой. Вот здесь пупочек будет. Входим вот сюда. Вот пупочек у нас будет. Уходим. И обратно. Вот здесь пупочек. Вот здесь пупочек. Сильно не утягиваем. Он у нас идет совсем вниз. И обратно в пупочек. Отступаем. Так, прошили здесь. Теперь мы пупочек прошьем. И обратно вниз. Такая кнопочка у нас получается. Нитку придерживаем. И обратно. Вот уже точку. Нитку закрепляем здесь. Придерживаем. 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 Опять все это тело. Так, закрепили. И выводим ниточку. Рисаем. Так, ну вот теперь мы спокойно можем замотать ножки. Вытянуть их надо. Никуда они не тянутся. Так, и эту ножку. В общем, вот мы прошли все тело. И в следующий раз мы уже будем крепить. А нет, делать башмачки еще будем. Сделаем башмачки. И возможно даже уже оденемся. Можно снять уже мерки. Сшить там платьицу, костюмчик, брючки. Что вы хотите, что желаете. Можно уже сделать. Если хотите. Я вот уже сшила платьица. Вот. Вот ножки. Они уже готовы. До свидания. До новых встреч. С вами была Светлана Боровикова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.